В ночь на субботу, примерно в два часа, под колесами автомобиля серьезно травмирован нетрезвый ВДВшник, который вместе с однополчанами заранее начал отмечать свой профессиональный праздник. До ближайшего пешеходного перехода здесь более полутора сотен метров. Я направлялся со стороны топографа в сторону политена. Пешеход, которого сбили, ходил по середине дороги. Он ходил еле-еле. По нему было видно, что он либо пьяный, либо под наркотическим воздействием. За рулем Субару «Импреза» была 45-летняя женщина. Ее водительский стаж всего 3,5 года. Автомобилистка направлялась в сторону центра города. Человека на плохо освещенной дороге она заметила в последний момент. Скорость иномарки была небольшой, но отвернуть женщина не смогла. Он шел прямо через дорогу, вышел отсюда, откуда-то из кустов, и шел прямо посередине дороги. То есть он один его объехал, она сзади ехала, она его не видела. И он, видимо, шатнулся, он был очень пьяный. Он, видимо, шатнулся и ей попал прямо в это самое. У десантника после столкновения с машиной черепно-мозговая травма и перелом лодыжки. На машине скорой помощи его увезли в больницу. Приятели пострадавшего объясняться с полицейскими не захотели. Зато сочли возможным читать мораль совершенно раздавленной случившимся женщине. По их мнению, виновата была она. Ну здоровье вы у него отняли. Этот мальчишка, он пулеметчиком, по горам с пулеметом бегал. Я вам так скажу. Вот этот мальчишка, у него есть награды, у него есть награды у этого парня. Сегодня наш праздник. Сегодня наш праздник. Да, может быть, мы его раньше времени начали отмечать. Но это, знаете, мы не побывали за что. На жизнь женщина зарабатывает частным извозом. А накануне ДТП ехала домой, где её ждала 13-летняя дочь. Пешеходу за прогулку по проезжей части грозит штраф в размере 500 рублей. Согласится ли он в добровольном порядке возмещать ущерб автолюбительнице – вопрос открытый. С места происшествия Евгения Куликова, Татьяна Шамбурова и Павел Рогатин.